Кто себе это солнышко придумал? Всем привет! Люся, ты как всегда вовремя с вопросом очень. Мы только эфир начали вообще. А я такая, раз, я как Юрий Дудь. Эть! Это Люся Грин, как вы, наверное, поняли по своевременности ее вопроса. Люся, привет! Привет! Привет, Саша! А кто тебе придумал солнышко? Солнышко придумал мне Владимир Соловьев. Я обожаю всегда эту реакцию, когда я так говорю. Ну, это чистая правда. Очень известный и замечательный московский дизайнер Вовка Соловьев. Ну, он так просит себя называть, чтобы было какое-то отличие от твоего клиента фантастической твари Владимира. Просьба не называть его этим словом. Что ты так говоришь? Мой клиент. Полный провал, Александр. Мы начинаем уже на таких уже нотках, понимаете, с твоей стороны. Клиент мой. Мой объект. Хорошо. Хорошо. Твой объект. Вот. С другой стороны, мы не будем объективировать все Владимира Рудольфовича. Вот. Значит, Владимир Соловьев вот придумал это солнышко сначала как часть логотипа нашего с Майклом. Там была луна, соответственно, еще. А потом отдельно. И многие другие картинки на мерче придумал тоже он. Вот. И спасибо ему за это огромное. Вовка, привет. Вы очень талантливый. Это верно. Это точно. И поэтому, поговорив с таким человеком, я начинаю выгораживать весь мир. И это очень удобная точка зрения. Потому что я понимаю, что шансов на то, что закон не будет проведен или будет, это 50 на 50. Всегда. Почему же вы всегда стремитесь в эти вот какашечные 50, мне интересно, вместо того, чтобы стремиться в светлое, понимаешь? И спаться будет спокойнее. Да, ну, как бы считается, что люди обламывают сильнее. Нет, на самом деле не сильнее. Надо просто вот... Ну, как бы не получилось в этот раз, получится в следующий. Но мне кажется, в Грузии правда не смогут принять этот закон. Ну, это как-то... Да, слушай, а давай забьемся. Давай, на что? Я же обожаю пари. Не знаю, на что хочешь. Что такое? Так, смотри. Ты смотришь пять фильмов по моему усмотрению. Годится. Первая матрица, остальные придумаю тебе. Хорошо. А если ты проигрываешь? Ну, это ты уже придумывай. А, с меня фант, да? Угу. Ой, слушай, нет, я плохой фант придумаю сейчас. Давай, окей. Выучить имена всех охранников Путина, например. Не-не-не, ну, то есть, конечно, прямо подло было бы, подло было бы сделать, чтобы ты перемотала в фантастических тварях какой-нибудь популярный фильм, значит, общественно-политический, так сказать, документальный, исторический. Вот, но нет. То я этого не делаю. Ты про что? Мы так, мы так, нет, мы знаешь, что сделаем? Вот что. Все фильмы Мамонтова. Нет, ты перемотаешь в фантастических тварях Брекфорд-шоу. Ты понимаешь, что мы говорим с тобой о том, что будет в декабре? Да. Ну, это какое-то фиговое наказание. Давайте мы тебе еще часок дадим подумать. Что это за наказание-то? Ладно, хорошо, давай. Нет, ну, это как бы такое. Я тебя прямо представляю, что ты будешь 10 часов смотреть фильмы, которые я тебе скажу. Вот это наказание. Я же тебе еще нарочно там 4 остальные какие-нибудь адовые подберу, понимаешь? А ты как будто перемотай Брекфорд-шоу. Ну, это как, знаешь, давай я тебе дам 100 долларов. Ну, как бы, это же не наказание. Интересно, а если вот человек киноагент, а если человек киноагент, его коту дают иноагента или нет автоматом? Могу я вам в данной ситуации процитировать Шопенгауэра? Александр П. Ваша, видимо, дезка. А может быть, даже и полный. Вопрос здесь, да? А может быть, даже полный тезка прислал нам... Что может судой, кто знает. Да. Ну, я имею в виду, не в этом смысле. А я? Прислал нам... Ну, ты даешь. Ты помнишь, в приключении капитана Врунгеля, там есть яхта Победа, которая превращается в беду. Ну, вот тут намекает на то, что... Лаким намекает на то, что ты вот из Победы превратился в беду сейчас. А, так это хорошо. Ну, фиг знает. Там у них не сладко было, кстати. А ты знаешь, что... Что хочется, то все нормально, а они победили. Уно, 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 Уно момент, то это полностью слизанная композиция с мексиканцем. Его звали, по-моему, Армана Мазонера, как-то его звали. Ты в связи с чем эту композицию вспомнила, прости меня? Она из фильма из этого, из... Нет, она из фильма «Формула любви». А, я не ту вспомнила песню. Я знаешь, какую имела песню в виду? «Мы бандиты-гангстерита». Вот, эта песня оттуда. Эта песня, на самом деле, это очень грустная история про мексиканского дядьку, который спел песню, он называл «Сомас Новиас», и у него эту песню отжали американские, ну, там, Элвис-Алайк люди, да, там, очень большого калибра, не платили всю жизнь ему авторские права, а потом еще даже советский мультик взял и тоже не заплатил. Какая грустная история. Да, грустная история, как Монзонеро оставился без копейки и вообще умер бедным человеком. Ладно, никому не интересны мои истории про мексиканских певцов. Хорошо, ладно. Очень интересно. Александр, вы знаете, пока вот вы говорили, разрешился спор о том, почему не слышно стука. Так. Посмотрите на экран. Так, секунду, секунду, да, ну. Видите, что у меня в руках? А это микрофон сейчас не работает, Александр. А у тебя и звук хуже стал. А, да, то есть это тогда был микрофон. Дэн, извини, твой ответ неправильный. Все, ничего не решилось, продолжайте дальше, Александр. Ну, подключи его. Сейчас подключила. Ну, нет, это я... Вот, звук стал лучше, постучи. Нет, так у меня тогда был включен. Я думала, что это я его сейчас выключила. А, да. Нет, да, микрофон работает, но стука нет. Так, Дэн, тогда просто просьба еще одну версию, потому что это неправильная версия. Нет, если Дэн не понимает, значит, это действительно какая-то фигня, вот честно. Ну, да, микрофон сломался, стук не слышно. А как тогда голос слышно? Не знаю. Ну, ты видишь, это факт, это медицинский факт. Да, это медицинский факт, но просто, знаешь, может быть, вот говорят, что у всех владельцев собак собаки похожи на владельцев. Может быть, микрофоны тоже похожи. Не исключено, кстати. Такой, с прибабахом. Да. Ой, больна, больна. Стукнутая. Здравствуйте, Александр. Вопрос по ТРБ. Возможно ли будет референтумом отказаться от тепла в отдельном регионе? Я из Питера, живу в Израиле, очень скучаю по нашим зимам, промозглостям, дождям и холодам. Жара и солнце достало. Нет. Ну, во-первых, конечно, с Израилем климат будет не сравнить абсолютно. Вот он значительно мягче, безусловно. В Израиле жесткий очень климат. И единственное, по-моему, что спасает, это наличие двух морей. Ну, мы не считаем же мертвое море за море. Вот. Двух морей, соответственно, тех, кто живет на берегу и спасает. А все остальное, конечно, жестко очень поклимут. Нет. В России такого не будет. Я думаю, что референдуму нельзя будет отказаться от тепла. Но, с другой стороны, вы же забываете про гигантский национальный парк Розенлев. Вот. В котором все и холод будет, и все остальное. Горки, вот это вот снега на лыжах. Кому он нравится, кто с горки, кто так. Вот. Поэтому вы в Розенлеве не будете абсолютно... Как в Израиле точно. Да-да-да. Не будете ущемлены. Пожалуйста, выбирайте. Не надо никакого референдума. Он уже выбран, собственно, этот регион специально. Там будет такой рай для любящих холод людей. Пожалуйста. Да питерцев. Ну, в том числе. Я думаю, что не только питерцы. Ну, не только из Питера есть. Страдающие по сырой погоде питерцы устремились в парк Розенлев. Я прям вижу это уже. Да. Рубинштейн тогда надо его назвать. Парк-то? Нет, нет. Парк Розенлев. У нас он как-то, понимаешь... Это холодильник. Да. Холодильник Розенлев. Что? Финский. Хороший. Ну, вот сейчас такое впечатление, наверное, что я сама себя глажу. Это на самом деле, потому что у меня черная кошка и черная майка. И кошки не видно. А на самом деле у меня на руках сейчас находится черная кошка. Интересно даже, если так сделать, ее будет видно? Будет. Вот она. Вот она. Здрасте. У меня три кошки. Вот у меня на руках сейчас кошка Шакти. Справа. Справа, да. Дэви. И слева Шаюша. У меня у всех индуистские имена. Три кошечки. Скоро будет еще одна собачка. Я верю. Что такое Шахту? Что это? 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 Так, извини, у меня сейчас две причины, почему я не могу взять телефон. Не могу ты прочитать сообщение? Он написал, словно корм сушеный в миску котика, на кроватку рать пушистая легла, не оставит человека выбора, армия котяток спать ушла. Скоро вы хозяева ответите за бессонницу, за слезы звуки котят. Если не погладите, поедете точку срочно покупать. Кстати, я очень хочу выиграть в лотерею, но мне жалко денег на билет. Все время, потому что я знаю, что хрен выигрыш. Так что, если, например, вы хотите каким-то странным образом, ну, каким-то нестандартным образом задонатить, пришлите лотерейный билет. Ну, можно же комбинацию цифр или как там. Вот на день рождения, который каждый день у бати, присылайте ему каждый день лотерейный билет. Лотерейный билет – лучший подарок, на самом деле, как мне кажется. Буду знать, буду знать. Ни к чему не обязывает, да. С другой стороны, можешь приятно удивить человека. А представляешь, потом ты подаришь лотерейный билет, человек выиграет лям, а ты окажешься каким-то подлинким человеком всю жизнь потом будешь переживать, что ты его себе не оставил. Я поэтому не дарю лотерейный билет и себе не оставил. Да, я не про тебя. Давай дальше. Я не жадный, я домовитый. И, наконец, Гведон Заморский. Последний донат. Прислал нам 10 канадских долларов. Я написал, Люс, не переживайте, вы правы. Докторша, прокурорша и так далее. Это жена, билетерша. Советская херня середины 30-х годов. Окей. Вы советская херня 30-х годов, Александр. А я королев всего. Нет, не принцесса. А кто же? Королевна. Вот, ну что же. В общем, все. По-моему, отличный стрим. Понравился тебе? Душевный, долгий. Да, с большими экскурсами, как в старые добрые времена. 5 часов 35 минут он длился. Не то чтобы рекорд, но, в общем, по последним временам-то вообще... Я помню, с кем у вас рекорд. И мечтаю его побить, Александр. Мечтаю просто. А с кем? У вас 8 часов. С Майклом, да. Да. Я... Да. Как-нибудь на Новый год, может быть, забабахаем 12 часов стрима? Посмотрим, посмотрим. Я вот тебе так скажу. Не надо ждать особого приглашения. Здесь... Да нет, знаешь, я тебя, пожалуй, подожду. Особого приглашения еще будет. У меня прям шея отваливает. Невозможно. А-а-а. Субтитры создавал DimaTorzok